здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о прекрасном тем более что в студии у нас люди которые профессионально занимаются танцами танцы сейчас бывают разные танцы с удовольствием показывают по телевидению существуют всевозможные танцевальные конкурсы фестивали для самых маленьких для самых взрослых в общем мир танца живет своей жизнью очень приятно что здесь городском округе люберца тоже свой мир танца безусловно существует я рад представить вам наших гостей это художественный руководитель образцового хореографического ансамбля волшебная страна людмила бусыгина и педагог хореограф ансамбля волшебная страна ольга корнеева здравствуйте ну и забегая вперед скажу что ольга потом пойдет отдыхать а вместо нее придет еще и солист этого замечательного коллектива потому что там где танцы там должны быть и женщины и мужчины правильно я говорю вот начнем с самого простого вопроса который возникает ну наверное у пап особенно те кто постарше а вот мальчика надо отдавать в танце или лучше в бокс или в бокс и в танце конечно нужно обязательно отдавать мальчика в танце во первых в нашем ансамбле мы специализируемся не только на на высоком эстетическом воспитании ребенка но и она физической его культуре занимаясь подготовкой его скажем так физического состояния состояние да для того чтобы в будущем дети прежде всего были здоровыми сильными и крепкими с гибкость тела скажем на поэтому мы очень рады как так нам приходят мальчики и у нас очень много мальчиков за всю нашу скажем так бытность нашего ансамбля история начиналась от 2000 года и за эти годы у нас обучались очень много мальчишек и многие ребята показывали высокие свои достижения есть даже некоторые которые потом поступали в творческие вузы и приходили к нам работать и сейчас у нас есть такой молодой специалист аганиси антигран это наша гордость который у нас работает уже педагогом современного танца современного давно мы еще о современных танцах поговорим 21 год получается у вас полное совершеннолетие уже можно все если говорить о цифрах ольга к вам вопрос я прекрасно понимаю что людмила бусыгина как художественный руководитель у него сердце болит за все да и ноги наверное идут в пляс вот если знаете как говорят режиссер когда показывает вере пытается от артиста но чего-то добиться ему иногда проще показать как а ты повторяй есть такая история это не всегда кстати верно с точки зрения школы но тем не менее вот а вы молодой педагог насколько вам это интересно почему потому что по вашему замечательному внешнему виду мне кажется что вы танцу как это где действующие педагог да то есть вы сами тоже танцуете и почему решили преподавать ну во первых мне любила николаевна самого детства привела любовь к танцам я очень люблю детей и когда что-то вкладываешь в ребенка и у него получается начинает получаться и эти эмоции я перевожу на себя то есть я вместе с ним радуюсь вместе с ним это моя же маленькая победа и эти эмоции неповторимы но согласитесь я думаю что вы тоже меня поддержите гораздо проще воспитывать но там старшеньких студентов и так далее и гораздо сложнее работать с маленькими детьми которые все-таки в отличие от нас взрослых немножечко независимее себя чувствуют и заставить их именно в слово заставить я вкладываю не негативную скажем сторону а именно так сделать чтобы он сам захотел или она сама захотела это сложно я соглашусь что со взрослыми людьми намного проще работать когда работаешь совсем маленькими детишками я специализируюсь на двухлетнем возрасте да у меня крошечки да 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 вот это самое главное не заставить а смочи заинтересовать ребенка а потом из понравится он сам уже будет до то есть привить любовь к танцу людмила скажите вот некоторые считают что и вы сами частично сейчас уже ответили на этот вопрос что-то не только такое эстетическое воспитание правильное понимание то что есть музыка есть песни которые мы слушаем головой и что-то там ножкой постукиваем есть пластика движения до мало того иногда можно сделать пластику движения без музыки такие постановки тоже есть когда тело становится музыкой вот насколько это именно с точки зрения развития ребенка важно помимо гибкости кто выходит на на финале вот когда мы же понимаем не все пойдут дальше танцевать не все пойдут дальше в творческий вуз но тем не менее что они получают помимо исключительно профессиональных танцевальных по очень хороший вопрос нам важно чтобы к нам дети не просто шли на танцы танец это прежде всего среда в которой дети воспитываются и развиваются наша задача подготовить маленького ребенка к взрослой жизни научить его думать научить его принимать решение научить его быть ответственным научить любить то дело которому занимается научить его уважать себя и окружающих ценить жизнь и благодарить мир и все это через танец насколько с медицинской точки зрения вот вы вкладываете в правильность упражнений потому что чтобы не было травматизма на работе ну смотрите все во первых зависит от возраста группы но я вам маленький если это самые маленькие то с ними я начинаю заниматься ритмикой и партерной гимнастикой для чего это надо партерная гимнастика у нас во первых мы приучаем ребенка в дисциплине потому что вы сами понимаете что маленькому ребенку сидеть на месте это очень сложно такие счастливые для партерная гимнастика также нам помогает поставить спинку вправить ножки растянуть стопочки закачать их там где надо чтобы ребеночек уже сидел не сгорбленный а с ровной спинкой ровная шейка что она что родители обычно не обращают внимание курсе то есть мы это формируем самого-самого начала и конечно же добавляются ритмические упражнения на развитие координации ритмики ну и сам танец тут сразу возникает вопрос вот в лице ольги мы видим до молодую прекрасную специалистку которая у глаза горят как вы набираете ведь коллектив то творческий но знаете как в любом коллективе любой профессии а тут очень творческий вот это там не умеет там ну друг другу играть не умеет очень трудно сделать так чтобы все работали на одно дело чтобы не сыпали хрусталь в пуанты заметьте скалами стекло хрусталь вот вы знаете есть такое мнение нету ансамбля будущего если у него нет хорошей смены и вот эта хорошая смена она пополняет каждый год наш коллектив в этом году мы очень счастливы к нам пришли 80 новых учеников среди них и мальчики которых мы вот очень очень приветствуем это бриллианты нашего ансамбля мы очень рады этому потому что под имя как вы понимаете она в прошлом году нам немножко не позволило это сделать а в этом году мы встретили своих юных питомцев с объятиями далее что мы делаем для того чтобы в нашем ансамбле дети дети приходили чтобы наполняемый постоянный мы привлекаем детей по сути дела у нас нет ни одного ребенка который бы не мог не танцевать в концертной программе таким образом мы даем как бы знаете как говорят каждой сестре по серьги каждому ребенку свою партию если ты солист у тебя есть определенные данные ты можешь солировать если у тебя немножко меньше способности мы этому ребенку дадим работу то есть у нас каждый ребенок чувствует себя частью команды это помогает ребенку вдохновляться это помогает ему раскрываться иногда бывает так что ребенок совсем без данных без надежда и вдруг он раскрылся и мы такое видим очень часто и мы этому безмерно благодарны конечно же этому помогают наши родители которые верят своего ребенка верят в нас приводят независимо от многих дополнительных репетиций мы занимаемся собственно говоря каждый день у нас нет у нас такая профессия остановился все и мы в наше трудное время пытаемся занять детей максимально чтобы потом нам родители были благодарны за то что они на выходе получили вполне сформировавшуюся личность не только крепкую духовную но еще физическую окрепшую ну и вот тут тоже возникает вопрос как у вас построена весь маленький и средний вот принцип построения вашего у нас обязательно есть расписание то которому мы работаем сейчас расписание выстроены так что у нас одновременно могут работать сразу три класса вот молодые специалисты я работаю с а вы с кем работаете я работаю сразу с тремя группа у меня есть тоже дети у меня и средние мне и взрослые собственно говоря виду скажем так контроль над каждой группой потому что сами понимаете художественный руководитель это за все это генератор а вот по возрасту старше это младену от скольки до скольки чтобы понять возрастные группы у нас делится таким образом ольга алексеевна работает у нас с молодым поколением два с половиной года три четыре пять это две ее группы далее у нас есть такой педагог детского танца лена сергей натрунина которая тоже работает с молодым поколением это возраст пять шесть семь еще есть анастасия васильевна берегова которая тоже работает с таким же контингентом все остальные взрослые то мои и у нас работают дети до 18 лет всего в ансамбе 220 человек последний вопрос и мы ольгу отпустим а с вами мы встретимся во второй части ольга скажите пожалуйста а вот танец вам в личной жизни как-то помог до танец это моя жизнь потому что я пришла трехлетним ребенком а а теперь связала свою жизнь с танцем и легко все происходит как в танце да то есть я отучилась я теперь работаю по профессии у меня замечательная команда замечательные педагоги я учусь развиваюсь и на достигнутом не останавливаюсь но на дискотеке же вы можете станцевать так что никто не пойду то есть будет все в шоке конечно могу понятно спасибо вам большое с ольгой корнеевой педагогом хореографом ансамбля волшебная страна мы прощаемся а вот после небольшого перерыва к нам сюда в студию придет ученик этого замечательного коллектива к тому же еще и солист вот поговорим уже все мы мужчины-мужчины теперь время мужчин до встречи напомню что программа открытый диалог сегодня мы говорим о хореографии я даже сказал довольно так существенное хореографическом отделе потому что танцы в последнее время действительно популярны танцы самые разнообразные и у нас в гостях напомню художественный руководитель образцового хореографического ансамбля волшебная страна людмила бусыгина и вот теперь мы своими глазами видим ученика этого замечательного коллектива солиста матвея кузнецова растимать и здрасте ну тогда позволите сразу первый вопрос матвея матвей как вы пришли в мир танца кто вас привел ну привела естественно мама но первый был это мой брат он занимался там более 15 лет на сколько старший брат то вас ну ему 22 22 до вам 10 10 как у меня с сестрой разница прекрасно то есть вы его воспринимаете уже практически как такого ну солидного опытного танцовщика да ну да он еще танцует в этом году последний раз ну последний раз это в этом году а в следующих значит мама привела то есть других вариантов не было может быть вы хотели там не знаю на бокс на тяжелую атлетику бег или или это тоже было нет не привлекала именно танец понятно вот интересно когда дети приходят по-разному же мы должны понять кто-то очень хочет но потом быстро перегорает перегорает не мое кто-то не хочет совсем его прям затягивают арканом потому что мама с папой знает ты пойдешь танцевать и вне и больше ничем не будешь заниматься вот и вдруг через какое-то время даже а ты помнишь что ты не хотел нет не помню вот первый этап как ребенка ввести так сказать в процесс но знаете помните великого моцарта мы бы не узнали если бы его в свое время отец не заставил бы танцевать но по жесткий был поэтому конечно же у нас и есть такое правило когда мы убеждаем детей что вот тебе надо вот тебя бог наградил бог тебя поцеловал в ноги значит значит это твоя миссия тебе нужно есть такой момент убеждения есть такое скажем такая стезя да есть другая стезя когда независимо от убеждения ребенок сам хочет желает и нам тогда проще потому что здесь как раз вот пазлы сошлись чаще всего как появлялись мои мальчишки в моем ансамбле а у меня их конечно много но не так много как девчонок будем честны я шла в народ в детский сад то и оттуда до из детского сада я приводила армию ребят потому что мамы как раз таки не предполагали что у них такие талантливые дети оттуда у меня ребятки вот и пошли потом они уже конечно когда я их там раскрыла их способности потом они уже стали сами ко мне приезжать вот собственно зона зацепить зацепить да увлечь увлечь чтобы вот возник интерес а потом нам уже проще его развивать хорошо матвей скажите но а ваши коллеги то с которыми вы учились в школе не говорили отчеты на танцы пошел было такое нет нет нормально а почему потому что танцы сегодня популярны ведь всякие проекты есть и кстати за границей проходят фестивали тоже по возрастным рамкам и по жанровым там я не знаю от балета до уличных танцев как они правильно называются и не помню то есть ты чувствуешь что ты занимаешься популярным делом сегодня но я это чувствую но я к тому моменту когда только пошел я этого не знал было четыре года четыре года так когда вы почувствовали что нравится ну где-то ближе к 7 7 то есть три года вы ходили все таки как на работу ну да а скажите что самое сложное для вас было тогда чего не получалось ну знаете у меня и тогда и сейчас с растяжкой туго что главное то в танце для вас руки и ноги ну наверное техника и выразительность это значит голова получается нет техника это значит ноги но вы же как-то даете команду ногам нет это скорее автоматически работы так если приучиться правильно а в каких вы участвовали танцах и какие вам скажем ближе а какие нет вот несмотря на то что здесь рядом находится ваша можно сказать 2 мама да какие танцы на вам нравятся какие не очень но ближе наверное скорее всего ну просто обычные которые вот как снежная королева а а что такое снежная королева мы же не знаем расскажите нам что такое снежная королева вы там но это не характер не хореографический а сказка такая да как бы с элементами хореографии и вы играете судя по всему края солиста а герда солистка тоже есть есть но вы там как бы вышка и герд они же там где-то вдвоем должны танцевать вы танцуете то пока что это за танец просто современный танец то потому что понимаете люди слышат слова танец у них много всяких ассоциаций кто-то думает что это балет кто-то думает что это такая новогодняя сказка кто-то думает что это современный подход к этому вы там какую выполняете задачу сейчас нам все равно ваш руководитель поможет но выразительности техника выразительности техника главное чтобы не подводить коллектив там не ошибаться а чечетку умеете нет нет понятно хорошо что же это за кая герда такая интересная знаете если говорить о репертуаре это в нашем ансамбле на сегодняшний день более ста хореографических постановок но самые любимые для детей постановки именно те где сюжет эта сказка таких номеров у нас очень много и они в большей степени являются масштабными постановками называется такой жанр продакшн когда танцуют от 25 человек одна из любимых постановка которая называется снежная королева вот с ним и совершенно недавно приехали с областного фестиваля салют талантов и привезли кубок гран-при 39 по счету у нас очень много призов и вот в открытии сезона который начался совсем недавно 3 3 октября мы вот привезли вот этот кубок так вот вернемся к снежной королеве снежная королева в ней исполняется 40 более 40 участников исполнится на двумя возрастными группами малышами и средней группой там очень красивые костюмы она театрализован она поставлена по мотивам сказок андерсона то есть это такая сказка в действии но ее не рассказывают танцоры не поют а исполняют именно пластическими средствами основные конечно герои это герои сказок такая и герда и снежная королева и друзья дети герды которые потом идут с ней путь и возвращают к я свою историю на на меньше всего там танцует снежная королева наш холодная вершина верно снежная королева у нас огромный в огромных санях и забирает к я но потом герда с друзьями возвращает его обратно к семья скажите матвей она должность к в один претендовали или были другие претенденты но вообще изначально поставили не меня просто ошиблись можно и так сказать ну потом уже при предложили мне но я так думаю все таки что я не один приди претендент был то есть а по каким параметрам как вы считаете вас все таки оставили каем выразительность выразительность чего глаз или ног мне лица лица а ноги это уже это техника понятно вот чем мне всегда нравится непосредственность вот но его это кстати говорит о том что вас не зря выбрали меня такой вопрос смотри скажите вы же смотрите да как танцуют современные танцы там по телевидению в клипах каких-то роликах блоггерах вы что-то ну вот у вас есть такое ощущение что я тоже так бы вот я бы или покруче даже могу естественно да а и бот когда смеетесь ой как как он это делает уже танцевать не имеет конечно то есть вы уже профессионал но я не могу сказать что профессионал но иногда проскакивают такие мысли прекрасно прекрасно вот почему это прям видно в водах ваш воспитание многие или действительно вот как говорят чем отличается звезда от 22 поющих два танцующих оба танцуют прекрасно шикарно оба на растяжке все как положено один становится звездой другой не становится звездой то что очень много факторов очень много во первых воля к победе даже не к победе нет них победе неправильно сказала цель которая предстоит перед танцором раскрыть себя вот все свои все свои внутренние клеточки все свои вот состояние направить именно на раскрытие того или иного образа который предлагает музыка прочувствовать это все если у человека это удается если у него случается живет да если он проживает тогда у него все получается и сам технически исполняет а если он технически просто исполняет танец не трогает я всегда говорю так вот самый главный фактор для того чтобы мне понравилось то или иное исполнение мне должны пробежать мурашки если мурашки есть значит нужном направлении сделал и знаете даже иногда не обязательно как вот матвей говорит та или иная примут техника иногда этого даже не нужно самое главное это танец души танец внутри себя не обязательно завязать ноги узлом за головой нет совсем не обязательно самое так чтобы все подумали что ты завязала вот если если иногда мы приходим на концерты к нам подход зрители говорят знаете я плакал вот это самое главное то к чему мы стремимся как мы хотим донести свое искусство ну и последний вопрос матвею последний вопрос передачи людмиле матвей скажите пожалуйста но это же все таки танец это значит должна быть партнерша еще значит мальчик танцует с девочкой ну и как вы находите выше не выбираете наверное я вот хочу с этой девочкой танцевать а девочка наверно не выбирает я хочу с этим мальчиком танцевать тяжело вот так вот договариваться это же партнерша вы оба несете ответственность поначалу было да сейчас уже нет да то есть вы нашли какие-то точки соприкосновения вас получаются но девочек все равно больше намного да и они за вас борются да ну и самое последнее опять же исходя из замечательной ольги которая была вот в первой части программы и непосредственно вот такого матвея сейчас кто-то захочет к вам прийти куда обращаться где у вас штаб-квартира мы всех своих новых учеников ждем своем красковском культурном центре там и базируется наш коллектив вы всегда можете прийти обратиться к нашим гостеприимным специалистам и они вас направят в тот класс который мы занимаемся а дальше ваши теплые руки а там если что и матвей под может да но матвей через какое-то время мы ждем чтобы вы отчитались по поводу растяжки договорились все-таки на телевидении даем такую до клятву спасибо огромное у нас в студии художественный руководитель образцового хореографического ансамбля волшебной страны людмила бусыгина ученик этого ансамбля солист человек который играл самого кая матвей кузнецов ну и в первой части у нас была ольга корнеева педагог хореограф ансамбля волшебная страна спасибо вам огромное а вы тоже помните что танец это очень интересная история танцем можно заниматься кстати всю жизнь это может помочь вам решить какие-то свои внутренние проблемы с вами был николай пивненко до свидания а